Ребят, всем привет! Сегодня у меня на канале обзор детских умных смарт-часов Q90 с Алиэкспресс. Упакованы они вот в такую твердую упаковочку. Вроде бы все целое пришло, вот здесь уголок немного помят. Также в комплекте продавец положил вот такие наклеечки детские и защитное стекло на сам экран часов. То есть здесь салфеточки и вот оно, защитное стекло. Ну что ж, давайте откроем коробочку и посмотрим, что же это за часы. Так, здесь у нас инструкция. Надо же, она даже на русском языке. То есть здесь у нас все расписано. QR-код здесь, отсканировав который, мы установим приложение для управления этими часами. И вот у нас сами часы. Заказал я вот такие для дочери розового цвета. У продавца есть множество цветов. И черные, и белые, и желтые, и синие, и сиреневые. Ссылочка на эти часы в описании под видео. Переходите, смотрите. Так, что у нас еще здесь есть? Ну и кабель, микро-USB кабель для зарядки. Вот такие, значит, у нас часы. Силиконовый, достаточно такой приятный браслет. Множество отверстий для крепления. Вот так они будут смотреться на руке. Скажу сразу, опыт уже есть, работы, так сказать, с такими часами. До этого мы приобретали для дочери часы в связном. Они проработали у нас буквально, наверное, месяца три и накрылись. К сожалению, не помню название. И в этот раз решил попробовать с Алиэкспресс. На Алиэкспрессе они намного дешевле. Так, здесь у нас, значит, датчик снятия с руки. То есть, если ребенок будет с руки снимать часы, мы будем об этом знать. Здесь также у нас QR-код и серийный номер, который мне потребуется для регистрации этих часов в приложении. Здесь у нас разъем для мини-сим-карты, кнопка SOS, кнопка включения и разъем микро-USB зарядки. Также здесь у нас динамик и здесь уже микрофон. Давайте защитную пленочку отклеим. О, ребята, их даже здесь две. Смотрите-ка. Это уже потверже, но у меня есть защитное стекло, поэтому эту я тоже отклею. В общем, вот так они выглядят. Сейчас я их потестю, наверное, даже сутки-двое мы их поносим. Послежу за ними, посмотрю, как они определяют геолокацию, позицию, то есть, где находится моя дочь. Потому что прошлые часы, которые мы покупали связном, очень сильно врали. То есть, они бывало, что показывали, что ребенок находится вообще в другой части города. Посмотрим, как эти часы справляются со своей задачей. И продолжим дальше обзор. Ну что ж, ребят, пару дней мы с этими часами походили. И, честно говоря, я в восторге от этих часов. Обязательно досмотрите это видео до конца. Сейчас все вам расскажу. Кстати, наклеил я вот уже защитную пленочку. Вроде бы все нормально, без пузырей. Если кто не знает, как наклеивается пленочка, переходите вот по этой подсказочке в углу и посмотрите, как можно наклеить просто защитное стекло. Ну что ж, друзья, давайте начнем с самих часов. Вот эта кнопочка SOS, что мне понравилось, она же является кнопочкой включения-выключения часов, но когда я подключил приложение, то эта кнопка осталась, у нее функция только кнопки SOS. То есть, ребенок не может часы сам выключить. А удерживая эту кнопку 3 секунды, поступает экстренный вызов на те номера, которые вы указываете в настройках. Дальше мы об этом поговорим. Также это у нас кнопка, вроде как назад. Тоже сейчас разберемся. Здесь, значит, у нас microUSB для зарядки. И сюда вставляется сим-карта. Вставляется она следующим образом. Мини-сим-карта вставляется чипом вверх. Все, сим-карту вставляли. Включаем часы. Удерживаем вот эту кнопочку. Что у нас здесь есть? Давайте по порядку. Время указывается. Здесь мартышка просто нарисована. Вверху у нас уровень сигнала. Далее у нас значок колоночки и вибро. Колоночка зачеркнута, значит, сейчас у меня включено только вибро. Можно включить, значит, звук. То есть, это когда часы будут звонить, можно звук. Звук и вибро. Только вибро и вообще отключить. Сейчас вибро стоит. Далее у нас стрелочки. Это мобильный интернет показывает, что он сейчас включен. И GPS. Геолокация сейчас включена. Дальше у нас идет индикатор заряда батареи. И, значит, само время и дата. Сердечко – это у нас поощрение. То есть, можно ребенка поощрить, подарить ему сердечко. Одно, два и так далее. Что у нас здесь по меню? Листаем. Здесь у нас контакты. До 15 контактов можно сохранить. Все это делается через приложение. Чат. То есть, здесь можно общаться аудио сообщениями. А вы, ребенка, можете как аудио, так и текстовые сообщения послать. Здесь прослушивайте. И вот оно в виде чата вот так выглядит. Трубочка вот эта зеленая, это назад у нас. Далее «Дружить». Ну, это, я так понимаю, у кого-то такие же часы. Можно как-то их друг с другом соединить. Потом у нас идет шагомер. То есть, здесь мы видим, сколько ребенок прошел у нас шагов за день. И далее у нас QR-код для скачивания приложения. Так, ребят, извиняюсь, вот у меня лампа иногда попадает на экран. Ну, вроде бы здесь все показал. То есть, все, здесь, по идее, больше ребенок ничего делать не может. Управляете часами вы через телефон. Когда отсканируете QR-код, у вас вылезет предложение скачать вот такое приложение, которое называется «Си-трекер». Вот оно, «Си-трекер». Его скачиваете, устанавливаете. Здесь у нас реклама, конечно же. И вот видели, да, логин, пароль был. То есть, регистрируетесь. Выводите свою электронку, придумываете пароль. И здесь ничего сложного, но сразу, ребят, хочу предупредить, почему-то на электронку с окончанием .ru я не смог зарегистрировать. А на электронку с окончанием .com у меня без проблем зарегистрировалось. Так что, может быть, у вас тоже такая проблема быть. Смотрите, в отзывах на эти часы на Алиэкспрессе есть как и положительные, так и отрицательные. Очень многие пишут, что не смогли зарегистрироваться в приложении, не смогли соединить часы именно с приложением. Я думаю, скорее всего, у них тоже с этим связано, что пытались ввести электронку, которая заканчивается на .ru. То есть, надо .com. Пробуйте зарегистрировать на .com. Далее, значит, зарегистрировались, выбрали там регион Европа. И вот такое перед вами меню появляется. Что ж, начнем с первого пункта. Голосовые сообщения. Ну, это понятно. То есть, открываете здесь вот так. Плохо видно. Давайте яркость убавим. Голосовые. То есть, здесь в виде чата, что вам ребенок посылал, что вы ему посылали. Можно открыть, послушать. То есть, вот что-то... Сынок мне что-то тут отправлял. Далее, у нас идут отчеты. Удобная функция показывает, где ваш ребенок находился в определенной промежутке времени. Ну и самая главная функция такая, это где ребенок. То есть, нажимаете и видите, где находится ваш ребенок. То есть, здесь и процент зарядки батареи показывается. Вот он, и адрес показывается. И текущее положение ребенка. Позиции, кстати, ребят, очень точные. Если ребенок находится на улице, то буквально погрешность метров 10. Если, конечно, ребенок находится в помещении, то геопозиция уже определяется по сотовым вышкам. И она не такая точная. Но все равно более-менее правильно показывать. Не то, что у меня прошлые часы показывали. Смотрите, вот здесь есть значок, да, ГЕО. Нажимаете его, идет отправка на часы. И вот, команда отправлена, ожидайте. И уточняется местоположение. То есть, сейчас, если, например, часы куда-то переместились, то значок этот сменится. Сейчас у меня стоит на обновление позиций каждые 10 минут. Поэтому, например, вот вы сейчас зашли, вам показывают здесь, а ребенок там за 5 минут куда-то ушел. Вы нажимаете эту кнопочку. Обновляете позицию. У вас все обновляется. Телефон, если нажать, то покажется на карте, где вы находитесь. То есть, где ваш телефон находится. Вот у меня эти точки рядом. Удобно, классно. Реально проверялось. Сегодня только дочь с женой гуляли. Я прям проверял ее. У меня менялась позиция, где они идут. Я потом жене позвонил, спросил, вы там-то? Она говорит, да, мы находимся там. То есть, все прям показывало точно. Отчеты посмотрели. Геозона тоже удобная вещь. Смотрите, я указал точку у нас в городе и радиус 2 километра сделал. То есть, если за эту позицию ребенок, за этот радиус выйдет, то мне придет оповещение, что ребенок покинул геопозицию. Вот я выбрал 2000 метров. Далее у нас идет вот награды. То есть, это сердечки. Ребенка можно поощрить. У него появятся там сердечки на экране. Здоровье. То есть, здесь мы можем смотреть, сколько шагов ребенок прошел, шагомер, сколько потрачено калорий, какое расстояние и время сна. То есть, если он спит с часами, то будет показываться, сколько он спал. Единственное, что здесь надо будет вести длину шага и массу тела ребенка. Далее у нас идет будильник. То есть, можно 3 будильника различных поставить на часы. Сообщения. Это, то есть, какие уведомления мне приходили. Датчик снятия сработал, ребенок часы снял. Оставил область безопасности, то есть, вышел за позицию. Сигнал SOS. Это мы пробовали мне сигнал SOS отправить. И так далее. Затем у нас, значит, найти часы. Удобно. То есть, если ребенок где-то часы в квартире даже бросил, потерял. Нажимаем. И у нас часы. Вы не можете найти часы? Да, окей. Пожалуйста, часы тут же начинают звонить. Затем у нас основное, это вот у нас настройки. Заходим в настройки. Здесь у нас, значит, SOS номера родных. Это здесь до 3 номеров можно вбить. Это те номера, куда будет поступать звонок SOS. То есть, если у ребенка что-то случилось, и он хочет дать об этом знать, то он нажимает кнопку SOS, держит ее 2-3 секунды и поступает звонок на те номера, которые вы здесь указали. Но, если вдруг первый номер не отвечает, то потом идет звонок на второй номер, на третий номер и так далее. Далее, что очень удобно, смотрите, есть здесь функция обратный звонок. То есть, вбиваете вот этот номер сюда и когда вот сюда нажмете, вот, обратный звонок, часы сами мне сейчас тогда позвонят. Давайте попробуем. Вот идет отправка. Сейчас часы мне позвонят, но ребенок об этом знать не будет. Я смогу прослушивать ребенка. То есть, могу знать, что происходит вокруг него. Притом, вот у нас идет звонок, но на часах это никак не отражается. И часы, когда звонок идет, именно звонок, вот когда шел, когда я, если бы трубку снял, то ребенок ничего с часами не смог бы сделать, как будто бы они у него просто выключились. Он бы нажимал, они бы не реагировали. А я послышу, что происходит вокруг ребенка. Притом, меня ребенок не слышит. Если я в трубку что-то говорю, у ребенка это не отображается. Очень удобно. С прошлыми часами, которые мы в связном покупали, жена пользовалась этой функцией. Как она, когда ребенка в школу, например, отправляла, через 5-10 минут, после того, как мы ее из машины высаживали, дочь, она до школы доходила. И жена звонила и слушала, в школе она находится сейчас или нет, что вокруг происходит. И было понятно, что она в школе. Ну, множество вариантов использования этой функции. Далее у нас идет режим не беспокоить. То есть здесь также три режима можно... Так, время один, время два, время три выбрать можно, когда не беспокоить. Режим оповещения, это я уже говорил, то есть у нас вибрации и звонок, просто громкость, вибрации и выключить громкость. Корявый китайский перевод, как всегда. Так, режим работы геолокации. Вот, это у нас, значит, каждые 10 минут, каждый час и каждую минуту. Но каждую минуту я не вижу смысла ставить, аккумулятор у вас на часах, а то очень быстро сядет. Каждый час это слишком долго. Ставим каждые 10 минут и по зарядке, кстати, ребят, вот часы я как зарядил, где-то два дня, значит, дочь их таскала, ну, не с утра до вечера, конечно. Первый день, наверное, часа два и второй день, часа три. На данный момент зарядка у нас, по-моему, вот она полная показывает. То есть зарядки пока нормально хватает. Далее у нас идет, значит, смс-уведомление, то есть номер вбивается и уведомление приходит на низком заряде, о сигнале SOS и о датчике снятия. То есть, если, например, дочь часы снимает, мне смс-ка приходит, что часы сняты, там на английском, правда, что часы были сняты с руки. Также сигнал SOS, если я вдруг пропустил, мне смс-ка придет, что я пропустил сигнал SOS. Я о низком заряде, но я его отключил. Так, далее, друзья, не знаю, что такое, честно, то есть я думаю, что это у кого такие же часы, можно что-то сделать. Члены семьи, да, это у нас, ну, это я, то, что я управляю администратором. Телефонная книга, там вы записываете до 15 контактов, можете записать, куда ребенок, то есть, это будут вот эти контакты, когда ребенок заходит вот сюда, здесь у него будут эти контакты. Вы записываете их через телефон до 15 контактов. Телефонная книга, кому ребенок сможет звонить. Ну, часовой пояс, это понятно, выбор языка понятно, настройки переключателя, здесь автоматический ответ и извлеченный устройство. Ну, ребят, честно, я до этого не дошел, не разбирался, что это такое. ЛБС, это у нас, значит, определение по сотовым вышкам положения, но я его отключил, потому что говорят, что при отключенном лучше работает. Не знаю, пока меня все устраивает, пока он у меня выключен. И вот у нас удаленное выключение, то есть мы можем часы выключить удаленно, ребенок часы выключить, не может, только вы можете их выключить с телефона. Так, по идее, здесь у нас вот еще профиль, это у нас наши персональные данные, список устройств и изменить пароль, удалить рекламную службу, то есть, чтобы реклама не выскакивала, можно платно купить приложение, реклама должна исчезнуть. Ну, и персональные данные, здесь мои данные, номер телефона, электронная почта и так далее. Вот сообщение какое-то, да, у нас. Датчик снятия. Кстати, ребят, вот датчик снятия. Я часы в руке держал, а потом опустил и сработал датчик снятия. Смотрите, вот у нас значок нарисован, часов, часы одеты. Смотрите, руку убираю, значок пропал, то есть часы мы сняли. Как бы все работает, все идеально, ребят, ну, реально, часы мне очень понравились, часы классные. Честно, не знаю, сколько они прослужат. Прошлые часы, которые с Евро, со Связного у нас, значит, где-то три месяца или полгода, точно не помню, прослужили, проработали. Заказали сейчас эти. Как бы и положительных отзывов много, и отрицательных, но я надеюсь, что все будет хорошо. Так что, ребят, советую я вам эти часы к покупке. Ссылочка на них в описании под видео. Переходите, смотрите, заказывайте. Они не такие дорогие. Для безопасности вашего ребенка, я думаю, это небольшие деньги, они, по-моему, стоят в районе 1400 рублей. И вы сможете следить, где у вас ребенок находится, и ребенок с вами связываться сможет. Вот если, например, на данный момент у меня дочь телефон в школу таскала, то сейчас уже телефон ей можно не брать, и мы не будем бояться, что она его потеряет. У нее будут часы, сможем также с ней созваниваться, разговаривать, и также сможем заодно отслеживать, где она находится. Так что, ребят, если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями. Всем удачи, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова